Аплодисментами участника намного легче будет эта 328-килограммовая бактура черная. Вес одной такой покрышки более трех центнеров. Ее необходимо перевернуть 8 раз. Только после этого задание считается выполненным. Третий фестиваль силового экстрима «Сила Кубани» традиционно проходит на стадионе поселка Виноградный. И с каждым годом количество участников растет. В этом году мы вышли на более серьезный уровень. В этом году приехали участники Стаганрога, Ставрополь, Краснодар. То есть серьезные ребята, будем так говорить. И тем самым мы будем привлекать в дальнейшем сюда более серьезных людей, участников, которые имеют определенные регалии, заслуги. Тем самым мы хотим популяризировать спорт и здоровый образ жизни. То, что здесь собралась вся «Сила Кубани», участники доказывали на деле. Правда, даже выносливым спортсменам не все давалось легко. Например, в упражнении «Толчок от груди» использовался снаряд весом почти в 100 килограммов. Немногие смогли пройти испытания. Ноша в прямом смысле оказалась непосильной. Но у спортсмена из Ставрополья трудностей не возникло. Он поднял спортивный снаряд целых 15 раз. Выступаю я очень давно. Я являюсь мастером спорта международного класса по безэкипировочному пауэрлифтингу. Сейчас, в данный момент, я перешел в многослойный дивизион. Также выполнил норматив МСМК уже в экипировочном дивизионе. И с 2012 года я регулярно выступаю на турнирах российских по силовому экстриму. Сюда попал мой хороший друг. Пригласил, говорят, хорошая организация. Приехал. Не все оселили и подъем легкового автомобиля. Вес машины более тонны. Поэтому участникам пришлось выложиться на полную, чтобы показать наилучшие результаты. Совсем не весело пришлось конкурсантам в испытании «Веселый фермер». Суммарный вес снарядов достигал почти 200 килограммов. Усложняло ситуацию и то, что пройти дистанцию нужно было на время. Сел пару колонов по 93 килограмма. Но, пожалуй, самым сложным испытанием для силачей стал конкурс по буксированию автобуса. За полторы минуты нужно было протащить пятитонную машину как можно дальше. Но, как ни старались участники, всю заявленную дистанцию, полностью уложившись на время, прошел только один спортсмен из Ставрополья. Соревнования длились более трех часов. По итогам определились три победителя. На первом месте с ощутимым отрывом оказался Кирилл Гулевский из Ставрополя. На второй – Денис Головнев из Анапы. Третье место досталось Андрею Горпиничу из Таганрога. Ребята, выступавшие были реально мощные. Реально уровень хороший. Погода. Главное, что погода дала возможность выступить. Ветер, стих. Как бы болельщики порадовали, очень сильно болели. Я чувствовал с ней поддержку. Особенно, когда тянул автобус. Немножко сломалась нога, хрустнула. Но, как бы, не дали сдаться. Поддержкой дошел до конца. В завершении фестиваля для участников и гостей выступила Краснодарская группа «Музыкальный квартал». Вся жизнь впереди, надейся ищи.